Стартова отбор старшоклассников, які останутся зельниками Международного патриотичного культурно-аддукаційного проекта «Тягник памяти-2024». Молодцы з розных країн СНД, её набеднают третий раз. Сю лет от Беларуси у подорожа отправятся только 8-10 классников, двое меньшан и по одним представнику от кожной в области. Их имены будут названы у красавяку на подведении выника у республиканского конкурса «Я патриот своей краины». Для этого доказывать право стать удельником «Тягника памяти» юнакам и девчатам придется на школьном, районном и областных этапах, где им будут спропонованы три задания. Первое – это портфолио, где ребята должны представить полностью всю информацию о себе и достаточно серьезные критерии к портфолио. Второй этап – это визитная карточка. Ребята на базе Дворца творчества детей и молодежи – это финальный, так скажем, этап, где они будут представлять и позиционировать себя как участника данного проекта. И эссе, которое будет представлено в электронном виде, называется оно «О той весне», компетентное жюри будет подводить заочно итоги данной номинации. Для участия в отборе приглашаются десятиклассники, достигшие высоких показателей в учебной, общественной, спортивной, также волонтерской деятельности, лидеры ученического самоуправления, члены молодежных парламентов, активисты различных общественных организаций, а также обучающихся военно-патриотических и кадетских классов, ну и в том числе участники проекта «Пост памяти». У 2022-мудельниками техника памяти были школьники Беларуси и России. У 2023-м до их долучились юнаки и девчаты из Армении и Кыргызстана. Плануется, что все лета география еще поширится. Нагадаем, у попередних годы тягник памяти отправлялся у подорожа с Бреста, после того, как 22-го червеня ребята примали удел у мероприемствах у Брестской крепости, промеркованных до дня у сенародной памяти ахвяр Великой Чыны Войны и геноциду беларусского народа. Затым у их маршруте был Гродно. У час шмадзеннага подорожа по городах Беларуси и России школьники наведывали место, яке свечать про трагичные падеи Великой Чыны Войны, ушановывали память ее героев и ахвяр, знайомилися со славутостями двух краин. Долучались ияны и до святкования у Минску чарговой гадавины вызволением нашей республики от немецко-фашистских захопников. Финальной кропкой проекта была Москва.